И нисколько мы с тобой не постарели Только год Добрый вечер, я Лариса Гузеева в эфире, давай поженимся Привет, девчонки Вспомните, 2011 год Самые лучшие в мире цыгане Вспомним, мы еще сватили цыганку И они пришли, маленький ребеночек на руках Очень красавец, такой парень Эдуард С семьей, мама, папа Не женат до сих пор Представляешь? Поможем парню? Пришел сегодня Так, а кто за него свататься-то? Танцовщица Алина, домохозяйка Екатерина И карьеристка Алена Давайте сначала на жениха посмотрим Я пришел сегодня на эту программу Со своей замечательной семьей Это моя дочка Леонардо, мой отец Лекса И моя мама Элеонора Чтобы приобрести в свою жизнь Хорошего спутника Девушку, мои мечты Надеюсь, это сегодня так и будет И мы надеемся Пожалуйста, проходите АПЛОДИСМЕНТЫ Эдуард, 28 лет Взял в жену девушку из состоятельной индийской семьи Она родила ему дочь, а сама поспешила вернуться на родину Эдуард гитарист в фольклорном ансамбле Гордится своими цыганскими корнями Признается, что его избранницу должны одобрить родителей Предупреждает, что жена должна будет принять уклад их семьи Эдуард никогда не полюбит эмансипированную клубную тусовщицу Женится на домашней девушке с творческой жилкой Которая готова посвятить себя семье АПЛОДИСМЕНТЫ Вы даже себе представить не можете, как мы вам рады Потому что вы запали к нам в сердца всем Давайте сначала напомним зрителям Как вы к нам приходили несколько лет назад С маленькой лялечкой, которая еще была на руках Вот посмотрим Здравствуйте Здравствуйте Доброго вам вечера И вам взаимно Я пришел не один Я пришел со своей дочкой Будьте возле Она здесь пить Ее зовут Леонардо Вот халат, да? Весь в бриллиантах Это же просто как вот Как их называть? Шейх Вообще в цыганских химиях Жена должна просыпаться в 6 утра Если она просыпается в 2 часа дня То это уже не ясно Ну для всех Это норма, это нормально В нашей семье Эдуард, вас не смущает, что Ольга старше вас И у нее уже есть двое детей? Нет, это не смущает А вас? Вы бы не хотели молодую У нас шоу-бизнес в 2 раза больше Конечно Может, да? Может АПЛОДИСМЕНТЫ Вот скажите, как такое можно было забыть? Хорошо, Эдуард Время идет Вы хотя бы, ну немножко внутренне изменились Какие-то, может быть, принципы у вас поменялись Обязательно ли теперь новая жена должна быть цыганкой Вставать в 6 утра Вот хотя бы это Ну, в принципе, как изменились Хочется больше, чтобы действительно семейственность Как-то в нашем состоянии, в котором мы сейчас находимся Она стала больше Появилась действительно, на самом деле, спутница жизни Которая будет меня поддерживать А что с ней-то не сложилось? Что-то я не понимаю Ну, знаете, мы остались хорошими друзьями С той программой Как-то и мы дружим И до сих пор общаемся И получаем такой Это она вам по-женски, что ли? Прямо как женщина не подошла? Почему нет? Она была старшая Ну, так выбирала А что ж, где глазки-то его были? Ну, я не так его представляла себе Нет, ну я не говорю, что я разочарована Но как-то даже так интереснее Эдуард, давайте вспомним вашу историю Мы-то ее знаем, но напомним зрителям Как вы оказались в Индии? Откуда девочка вот эта вот прелестная Леонардо, красавица? Ну, в Индию я приехал на фестиваль Индийской культуры Там рассказывалось о йоге, о музыке И было очень много людей И как-то совершенно случайно Мы познакомились с человеком Он занимался йогой И, в принципе, он нас познакомил Мы приехали в ее город, где она жила И все это было как-то вот так вот, феерически Знали, что она из очень состоятельного дома? Что ее родители знатные, богатые На тот момент я не знал ничего И, в принципе, мне это не важно было никогда У него доченька красивая, да? Угу Прямо индианочка В общем, была большая любовь И вы ее забрали в холодную страну, в Россию Да, она приехала сюда И сказала, что здесь очень классно Много снега, супер страна Интересные люди Но что-то вот, что-то не склеилось А что не склеилось-то? Во-первых, холодно Во-вторых, Во-вторых, все-таки нет тех продуктов Другая кухня, ну что немаловажно Нет прислуги, которая бы ей подавала, стирала, убирала И вы тоже не последняя семья, я хочу сказать, в стране сказали Нет, детка, вышла замуж, будет добравшая с утра Вставайте на мужа Арбайтон Да? Я не готова к смиренной жизни Девочку она поехала рожать в Индии или здесь родила? Девочку она уехала, промолчав о том, что она имеет какой-то статус, скажем так, беременности Да Через какое-то время, уже ближе к тому моменту, когда она должна была рожать Она мне сообщила о том, что да, вот сейчас вот у тебя появится дочь Ты знаешь, вот, ну я не могла поехать, потому что себя плохо чувствовала, извини И родила дочь там И когда она родилась, она мне позвонила, смотри, говорит, вот дочь, приезжай за нами Мы приехали через какое-то время, уже за ней и за моей дочкой И она говорит, перепиши, запиши ее на себя Ну, как бы да, она по приезду, по-моему, она говорит, мне кажется, что в России будет намного ей лучше Это поначалу как бы так звучало А потом, когда мы приехали в русское посольство, она написала официальное заявление о том, что она все права на, скажем, воспитание, на то, чтобы она в школу ходила, на то, чтобы она росла Она передает полностью мне И подписалась спокойно Бедная девочка Представляешь? Да, я представляю, без отца, она без матери, это вообще Дочка скучает по маме? Она знает о своей матери, я не скрываю нисколько, потому что не имею права на это И это очень плохо, если так делать Она скучает, хочет к маме? Она спрашивает, да, вот это моя мама, что она, где она? Я говорю, она в Индии, вот она там живет, может быть Она ее не знала А не хотите, чтобы мама приехала, или вы? Хотелось бы, конечно, чтобы она увидела ее, она с ней как-то Но у вас все перегорело, любви никакой нет? Да уже давно, в принципе, с того момента, когда она уехала и сказала, ты знаешь, вот я беременна, но ты извини А вот я хотела к свадьбе вернуться, там же свадьбы-то гуляли, мам, не горюй Да, свадьба была 500 человек Это только с ее стороны, а ваши только родственники Да, потому что А вот мне кто, пополам вы там эту свадьбу играли, или как? Нет, там, знаете, по закону Индии на сегодняшний день, это, ну, как бы по статусу этой страны Сторона родителей, то есть невесты всегда обеспечивает свадьбу То есть это закон, когда... Вы знаете, они много потратились, поэтому она и от дитята отказалась думать, ну, ладно, хоть на свадьбу, а воспитывать намного дороже Может быть, может быть, такие мысли были, но у нее состоятельная семья, и для них, как бы, это не принципиально было в деньгах Скажите, ну, вот чем объясните женщина, которая отдает свое дитя? Я воспитываю детских фильмов Там вообще просто умирают своих, ну, вообще просто Она в будущем, может быть, я не знаю, на сегодняшний день она хорошая мама, так как я не знаю, как сложилась ее судьба Я, в принципе, был бы рад, если она обрела свое счастье, у нее появились дети, это было бы здорово Но если она из обеспеченной семьи, вышла за него, значит, чувства были, и потом что-то ее потолкнуло на это, или она вот такая вот сразу была? Не знаю, какое-то сумасшедшее Вы живете с родителями? Сейчас на данном этапе, да, мы живем вместе, и в дальнейшем, я думаю, если уже будет появиться семья, через какое-то время мы будем жить отдельно Это приоритетом Нет, это нет, это первое, что приходит невест и говорит Лариса, можно я проявлю вас? Дело в том, что в нашей семье это норма Я тоже жила какое-то время с родителями, не сразу, как говорится, свои хоромы выстроили Но у нас так много Леонора, а я ведь без претензий, я просто спрашиваю, как в вашей семье Если вы скажете, что в нашей семье традиционно, чтобы несколько поколений жили вместе Значит, девушка либо принимает ваши традиции, либо она встречается с другим парнем Поэтому вы жили со свекровью, со свекром, и хотите, чтобы ваша невестка жила в вашей большой дружности Какое-то время Говорят, что это очень счастливые семьи, когда рядом живут родители Алена, если тебе понравится человек, ты его полюбишь, ты будешь согласна жить с его родителями? Да я и вас возьму Ну, я согласна У нас будет очень веселый табор Да, интернациональный табор Девочка останется с вашими родителями или будет жить с вами? Ну, было бы очень хорошо, если бы было понятие того, что в моей жизни все-таки есть дочь Ну, чтобы это учитывалось, это было бы очень хорошо И по возможности воспринималось это как-то нормально, адекватно Потому что дочка моя, она очень хорошо к людям относится, она ко всем, ну, общительная В любви живет, конечно, дитя не бывает Да, мы стараемся ее как-то, ну, взращивать в любви, в понимании к людям Это самое главное Если будет такой же человек в моей жизни, я буду очень рад Он выглядит старше всего возраста, согласись Ну, не на 28 Леонардо, сколько тебе лет, дорогая? Четыре года А ты хочешь, чтобы папа женился? А какую ты хочешь маму? Не подсказывайте, бабуля Какое? Чувство у тебя внутри Ну, скажи, скажи, не стесняйся, давай Ну, зачем ты сюда приехал? Ну, если тебе понравится, тетя, ты шепнешь папе на ушко? Да? А если не понравится, тоже шепни, хорошо? Ладно? А ты уже работаешь с дедушкой, с бабушкой и с папой? Ты уже что-то умеешь? Танцевать, петь? Да? Так, может быть, для настроения давайте что-нибудь... Да, я думаю, мы... Давайте, правда, а то... Хорошо Спасибо 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 И вы ни под какие стандарты, ни под какие правила не подходите Все называется, как у людей, все, как у всех Поэтому девушка, женщина, которая к вам придет, она должна быть, ну, как бы рядом с вами Будет странно, если она будет в это время смотреть, не знаю, какие-то там турецкие сериалы, а вы захотите пойти куда-то на концерт или кого-то принять в доме Или там... Ну, в общем, она должна быть с вами на одной волне Да Обязательно И понятно, что и с девочкой должна найти общий язык, и с вашими родителями, потому что вы достойная Спасибо Вы достойная, прекрасная вот семья Скажите, а дом на какой стадии строительства или вообще нет надобности? Вы знаете... Вы же из Нижнего, да? Да, из Нижнего Новгорода, да Если дом большой, то, может быть, почему нет? Многие живут поколения, из-за нескольких поколений Знаете, как мы сейчас живем пока в квартире, но я уже подумываю над тем, чтобы, да, поехать чуть-чуть подальше от города, да Это теперь его дом И решить для себя тот вопрос, чтобы жить в семье Если получится, то мы будем, может быть, даже большой семьей Ну, вот и стимул женщина-то будет Да, ты готова переехать в Нижний? Да, мне этот город очень нравится, мы очень часто туда ездим Дыхать, почему бы нет? Характер у нее должен быть деловой, она должна быть образованная, потому что вы тоже на месте не стоите, как говорится Ну, и семью она должна держать, потому что когда мужчины все работаете, а вы работаете, конечно, и вот дети А у вас всегда много детей, и, кстати, вы любящие, и мужья у вас, и отцы хорошие Поэтому вот такую девушку с таким боевым хорошим характером, который поддерживает ваши традиции Ну, с девочкой найти язык можно, легко, но с родителями, наверное, будет сложно, потому что они не примут Для вас очень важен момент первой встречи Тельцы с Венерой в Близнецах, они зачастую сами, достаточно прямолинейные люди, они не понимают, что девушек, скажем так, девушек соблазняют иногда прямолинейно по-подростковому Я вам советую поэтому сейчас, в момент первого свидания, быть чуть более тонким, чуть более изворотливым, чем обычно И не быть, ну, таким юным, каким вы обычно бываете вообще не с девушками первыми Через несколько минут у нашего жениха состоится первое свидание, не пропустите В эфире «Давай поженись» у нас в студии Эдуард, встречайте первую невесту, проходите Здравствуйте Здравствуйте Я очень рада нашей встрече, очень еще обрадовалась, что у тебя есть дочка, такая прекрасная Спасибо, мне очень приятно Я надеюсь, мы поладим и подружимся Надеюсь, это вам Спасибо большое Спасибо, проходите Алина, 24 года Танцовщица в цыганском коллективе Считает себя настоящей цыганкой Гордится тем, что с 16 лет живет самостоятельной жизнью Предупреждает, что не потерпит контроля со стороны мужчины Возлюбленный обещал Алине стабильную, безбедную жизнь А сам обрек ее на нищенское существование Надеется, что Эдуард способен обеспечить семью И чьи вы будете? Цыганка, что ли? У меня дедушка цыган А это вот не от дедушки цыгана, а горшочек с цветочком Нет, это горшочек с домашней розой Я хочу подарить родителям В знак того, что я пришла с хорошими намерениями, честными И роза домашняя несет позитив, хорошее настроение, чтобы она в вашем доме росла Спасибо Может быть и в нашем дальнейшем И можно передать? Спасибо большое Но дочка не впечатлилась, мне кажется Да нет, нет, конечно Алиночка Да Но вы в 16 лет девушка с раптивой, хоть и не с цыганским табором, но с молодым человеком из дома сбежали Нет, не в 16 В 16 я влюбилась в него Я пошла работать официантом в ресторан Там я познакомилась со своим мужем Я в него влюбилась Но так как моя мама была его начальницей, он никаких действий не делал И когда мне исполнилось 17 после школы, я ему позвонила и сказала Похищай меня скорее Да, я ему назначила свидание и предложила встречаться И в итоге мы 4 месяца встречались и начали жить вместе Он вас отвез куда? На север? Мы год прожили в Петербурге, потом он захотел сменить работу И я его поддержала в этом И он уехал на север, но оставил меня в Петербурге А мама-то где была? Мама была в Петербурге То есть она разрешала вам в таком молодом возрасте жить? Ну не спрашивала, Алина Да, я просто пришла и сказала Не спрашивала, сбежала И вот вы думали, что вы сбежали с принципом Будет прекрасная жизнь Да, я думала, что будет все прекрасно Оказалось, что холодно, голодно, денег нет, нищета Просто у него немного другие понимания в жизни То есть что можно жить бедно и это нормально У него уже был ребенок от первого брака Да, у него был первый ребенок Он был человек опытный И он вам предлагал родить? Он мне предложил родить для того, чтобы потом развестись со мной Чтобы я подала на элементы и меньше тому ребенку платить Это меня очень сильно оттолкнуло Хитрая схема А мама, почему вы к маме-то не обратились? Я обращалась к маме, но у нас такая семья Моя мама с папой считает, что если меня мужчина забрала с семьи То он должен меня обеспечивать Я не должна приходить к родителям с полной Или как минимум вы должны сами разобраться между собой Как минимум, да То есть если вы ему отдали юность То есть вы уехали с ним на север и думали, что за это что-то получите То есть вы ему молодость, а он вам взамен ничего абсолютно И вы вернулись ни с чем У вас история похожа с женой Эдуарда Только та приехала из Индии в холодную страну А вы из холодной в более холодную А я на север уехала в тундру Ну хорошо, в результате у вас какое-то образование Да, я режиссер-продюсер театрализованных шоу-программ Но я не закончила, опять же, когда я жила с мужем Не было средств Держится она хорошо, говорит уверенно, грамотно Ну конечно, молодец Считаете, есть у вас возможность в эту семью войти? И не разрушить ее? А как разрушить? Только можно ее... Ну вы знаете, хорошая невестка, наоборот, она как цемент Плохая, она ведь расточит все И мужа уведет у родителей, сыночку Нет, ну сердце мужа я точно заберу Но оставлю то, что нужно родителям А дочка меня совершенно не отпугивает Я готова, если у нас будут серьезные отношения, принять дочку Воспитывать Я работаю с детьми, у меня очень хорошо складываются отношения с детьми А родители что за вами дают? Или уже ничего не дают? Нет, ну у меня есть... Приданную у вас какое? Квартира у меня есть Подушка, одеяло и два ручника Да, ну это шутка У нее даже брови ненатуральные Губные А что муж должен по отношению к вам? Мужчина должен обеспечивать, я считаю Должен обеспечивать Обеспечить безбедную жизнь А безбедная? Ну, я, например, очень люблю путешествовать Я думаю, у нас... Как раз в году? Два-три раза в год Куда? Ну, в азиатские страны, очень люблю летать Хорошо, Алина, скажите, а вы танцовщица в цыганском коллективе? Да То есть вы самостоятельная, кредитоспособная барышня? Ну да Да? Поедете в Нижний Новгород? Нет, не готова Здрасте! Честно Не готова, говорю честно А куда мужу приведете? В Санкт-Петербург Дочку уже заскучала, Алион, нужно будет Да Родители, конечно, оценивающие Да, я и говорю, оценивающий взгляд у родителей, конечно, главное, чтобы не напугало Алина не собирается переезжать в Нижний Новгород Я готова жить на два дома Вы не собираетесь переезжать На два дома все-таки? Ну, готова, конечно Я вообще часто путешествую То есть может быть такой вариант все-таки? Конечно А что за жизнь-то будет на два дома-то? Я не поняла никак А что в этом плохого? Да это ужас просто, жена всегда к мужу шла Ребят, сейчас у нас есть возможность пока посмотреть на сюрприз, который вы приготовили Я бы хотела обратиться к Леонарде Может быть, иди ко мне Ты хочешь заниматься танцами? Индийскими, цыганскими? Давай я тебе покажу пару движений Сделай вот такой цветочек Он называется Аллопадма А теперь пчелку Мы будем пчелку направлять к цветочку Она будет собирать пыльцу И вот так А теперь пчелка летает, летает, летает К цветочку, собирает пыльцу И прячется у тебя заголовка в цветочках Будешь заниматься танцами? Все, будем вместе А вы нам не покажете ничего? Конечно, я вам покажу Спасибо, а то прям уже я испугалась Думаю, такая красота и мимо нас пройдет Мне только нужно время переодеться Хорошо, переодевать Мы пока посплетничаем Конечно, сегодня времена изменились Сегодня женщины, которые работают и зарабатывают не меньше, а то и больше мужчин Они уже тоже имеют право голоса, понимаете? По 18 часов вкалывая, они могут сказать Нет, милая, в 6 утра это ты встанешь Я Алиночку прекрасно понимаю То есть она... Ну то есть вы как женщина тоже должны ее понять Как декабристка Все изменилось Все в жизни изменилось Как декабристка пошла за своим молодым человеком, уехала... Нет, она не как декабристка, как дура Потому что в таком возрасте мозги работают только на одно Хочу, вынь да положь, понимаешь? Я в свое время тоже, наверное, как дура 18 лет, правда, вышла замуж за своего молодого человека Вы вышли замуж, а она нет Понимаете? В этом и есть разница Родители как ее отпустили, 16 лет Я считаю, если дети уходят из дома, то есть они не прислушиваются к мнению родителей То есть 16 лет нормальная девочка все равно из дома не уйдет к молодому человеку Сюрприз готов, давайте посмотрим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Она похожа на Каролиночку, на Аню Лорак Просто вот похожа... Она похожа на меня в молодости Да? Да, я тоже так танцевала По-моему, хорошая девочка Очень-очень-очень красивая Приятный человек, да Красивая, приятная по общению Очень радует то, что она занимается искусством Это очень здорово Ну, а даже то, что она сказала, что нет, я в Нижний Новгород не поеду, сам приезжай В этом тоже есть, знаешь, что-то такое положитель Женя сказала, да, я ваша, навеки, маму с папой, забирайте меня Ну, тоже в этом что-то есть Хорошо, договорите, она человек творческий, поэтому уболтайте, если будет чем Но я сейчас не готова сразу переезжать в другой город Роза, а тебе как? Понравилось? Ну, нет, девушка красивая, тут и дети будут красивые Ой, сидит мне и говорит, да я лучше в сто раз танцую Да нет, я тебе не так сказала Я очень люблю индийские фильмы И у меня не было этой Индии Я поэтому даже не впечатлена А для меня вот Индии была Вот у меня бы сейчас вы, меня бы сейчас на сцену Она больше танцевала восточный танец Да нет, тут разные цыгане Разные индийцы и разные танцы Индийские цыгане танцуют так Это северная Индия Вот когда короткие кофточки Да не в одежде дело, причем десеты Я про сам танец говорю Ну ладно, а сама девушка Я про другое, ладно, ну, танец, не танец, в конце концов, не танец Хотя, знаете, это тоже много в постели говорит, понимаешь? Ох, только она будет сжечь Ага, да-да-да Просто все привыкли немножко по-другому видеть Индию Давай поженимся теперь в вашем мобильном Набирайте 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом А пока реклама, оставайтесь с нами АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Эдуард Встречайте вторую невесту АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Адик Меня зовут Катя Мне очень приятно с тобой познакомиться Я думаю, что у нас очень много общего И вот этот небольшой презент хочу преподнести тебе Это такая вот грузинская сладость Спасибо Вот, прими Спасибо От меня тогда я цветы Спасибо Спасибо Доходите АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина, 24 года Временно не работает Мечтает получить паспорт и высшее образование Признается, что обижена на родителей И считает себя брошенным ребенком Предупреждает, что все время посвящает шестилетней дочери Екатерина родила ребенка от любимого человека А он превратил ее жизнь в ад Надеется, что Эдуард поможет ей забыть прошлое Екатерина, дорогая А вы кто? Индианка, грузинка, кто в пансионате? Я, мой папа индус Мама грузинка А вы считаете себя брошенным ребенком? Поясните Ну, мои родители развелись, когда мне было 4 года Вот Ну и в дальнейшем я осталась с матерью Мать меня воспитывала с отцом Последний раз я виделась 8 лет Когда мне было 8 лет Он уехал В Индии? Да, у него вторая жена То есть семья Вот Ну и Общаетесь сейчас? Нет, не с отцом С матерью общались до какого-то момента Но потом все Она общается с моей бабушкой Я живу с маминой мамой У вас на нее обида, конечно же, да? На маму? Ну, наверное, в последнее время мне уже как-то стало все равно Сколько лет назад ее видели? Сейчас скажу 8 лет назад Не хотите к ней обратиться? Нет Не хочу Никаких чувств нет? А у нее есть еще дети? Мы раз разговаривали по телефону Мне не хотелось ее назвать даже мамой А как вы считаете, она страдает без вас? Мама у вас нужна? У меня такое ощущение, честно, нет У нее прям какая-то Мне кажется, она боится открыться Да Так вы в 16 лет С молодым человеком Знакомилась Не хотела я с ним отношения Рядом кто были, только подруги Да что ты, да нормально Ну вот пообщайся Ну пообщалась На протяжении полугода То есть он пытался там как-то что-то И вы договорились сделать ребенка? Нет, мы не договаривались Как бы Ну 16 лет Он предложил, да? Как-то ребеночка сделаем Да Вот я хочу от тебя детей Я тебя так люблю То есть ну как обычно все вот эти А ему сколько было лет? Он на 2 года у меня старше Ему было 18 И вот вы ребеночка сделали И когда забеременели Мать его узнала И стала вас гнать на аборт Да, она приходила, говорила То есть моему сыну это абсолютно не нужно Ему еще учиться И так далее и тому подобное То есть у него таких как ты еще будет Целая куча Вот и ну Ну я пришла домой к бабушке Я говорю вот так, так, так Я говорю она приходила Вот бабушка категорически сказала Нет, тебе 17 лет Какие аборты Потом вдруг вообще не сможешь детей иметь Говорит, ну что выкормим А как вы с ним договорились Ребеночка сделать? Ну мы не договаривались Я уже объясняю Он там пел песню про то, что Я тебя люблю Ну как это бывает обычно То есть Просто хотел затащить в постель Это называется Вот они ее как в семью примут? С дочкой? Другого мужчины? Такая же семья с ребенком И почему они должны плохо отнестись к этому? Ну у них другие трябивания к женщине Ну все равно Ну и стал ваш молодой человек над вами измываться И бил? Мы жили, да Нам сняли комнату Мы там жили Он у него Он алкоголик Оказалось, да? То есть это сначала не было настолько явным Это вот все как-то вот Ну я даже не поняла как это вообще Вот раз, раз, раз Ну как бы Ну все равно я все-таки Дум! Ну я не знаю, как сейчас Я вообще даже не уверена Любила ли я его? Хорошо Сейчас кто помогает? На что живете? Сейчас вот тоже мир не без добрых людей У меня есть подруги У меня есть бабушка Вот живем у нее Вы работаете? Я работала до определенного момента Что умеете? Потому что временно не работала Сколько ребенку сейчас? Шесть? Шесть Что вы умеете делать? Ладно, Москва сезам не верит, Катя И нам было по 24 года И тоже особенно у нас хором не было И я тоже жила из одной вообще И в другую переезжала Денег не было Кошмар Я вообще лимитчица Ну как-то выживали А что? Ну и плакала бы я своими красивыми голубыми глазами В то время Я не знала Кто бы мне что-то принес, бы дал Нет, я просто села и поняла Как нужно выживать Что должна была делать? Работать Да? Вы должны работать вдвое больше Подружки сегодня вам помогают Завтра скажут Нет, милая моя Я знаю Тебе уже вон сколько лет Давай как-то придумывай что-то Но опять эта девочка Если ей дать тепло Она за это много отдаст Конечно Она будет ценить это, по крайней мере Да, да, да Поголовки погладите Пожалеете Возьмете в семью И она будет вам и в пять утра вставать И ваши традиции все примет И будет вас мамой называть И с дочей будет вместе И вы со своей дочерью Знаете, на самом деле Независимо от той ситуации Будет ли мой выбор сегодня связан с вами Да, скажу честно Я просто от себя Хотел бы вам помочь Независимо от ситуации Потому что я вижу Как вы мучаетесь Мой золотой Сколько сможем, столько поможет Мой золотой Вот это я хотела услышать А там поди, знай Правда же, как пойдет Поэтому, детка Вы тоже, в свою очередь Должны уже браться за ум 24 года Это дофига Ладно? Какой сюрприз ты приготовила? Мне кажется, они вообще Как бы, да Будут смотреться Они даже, да, смотрятся Подходят друг к другу Да, да Чем вам помочь? Честно, я даже Помогу все Цыганчик с выходом Я точно такая станцую Симпровизировать мы сможем Спасибо, спасибо Спасибо Проходите в комнату Забирайте цветочки Девочки, в комнату Заберите цветы Боже Ну, ничего, что не умеет танцевать Кровь, большое дело Я думаю, она Вы научите, если что Научите Потому что все данные есть Она музыкальная Стройная Молодая Вы улыбаете на этот Ну, да Хотя бы улыбается Всегда говорила и говорю Можете на меня обижаться Нет По любви вот таким девчонкам И я такая сама была Только по расчету По любви Большая роскошь Большая роскошь Роша, а как вот ты думаешь Мужчина может относиться К тому, что за него Выходит замуж по расчету То есть она заведомо Его не любит Вот у меня расчет какой был А мне муж сказал Говорит, я люблю тебя А я нет Мужчина такой найдется из миллиона А у нас 99% героев В студии говорят Я не хочу, чтобы она любила Мои миллионы Я хочу, чтобы она любила меня Пускай даже миллионов у меня нет Послушайте Вот такая вот судьба Разные судьбы есть Есть судьбы сложные Екатерине тоже нужно Немножко работать над собой Екатерине просто нужно работать У нее есть ребенок И уже нужно в 24 года Начинать выживать самой И как только она выживет Она станет барышней статусной Тогда она сможет выбирать Таких красавцев, как Эдуард Не знаю, если бы я не была самостоятельной Мне кажется, я бы вообще бы Здесь бы не сидела бы И где-то была бы в другом, наверное, месте У нас есть еще одна невеста Я вам предлагаю с ней познакомиться Проходите Добрый день, Эдуард Меня зовут Алена Говорят, что жизнь без любви Это словно сад с мертвыми цветами Так я предлагаю посадить Самый яркий, сказочный, волшебный сад И пока что приготовила угощение Для вашей семьи Спасибо вам огромное Спасибо Это вам Спасибо большое Алена, 24 года Ведущий инженер в строительной компании Гордится двумя высшими образованиями Считает себя домашней девочкой С синдромом отличницы Мечтает о семье и детях Пять лет встречалась с молодым человеком Который запрещал ей носить юбки Красить ногти И общаться с подругами Надеется, что Эдуард Не будет ее ни в чем ограничивать Здравствуйте, Алена Ой, прямо с блинами Тещи, боже мой Такая блинница А вы угощайтесь с ней Да, угощайтесь, пожалуйста Да, кушайте Только чем угощаться А ну давайте половину Пускаем по кругу А там это Аленочка, вы смотрите Вы не цыганка Вы не индианка Вы русская девочка С двумя высшими образованиями А вам не страшно? Нет, мне страшно Почему бы нет? И ребенок И такая вот история У меня, Леонарда, очень прекрасная девочка Если вы позволите Я сделаю небольшой подарок В память об этой программе Это тебе в память о программе Паззл с принцессой То есть Ти-джи Больше всего Ой, какая прелесть Спасибо, дорогая Проходите, Аленочка Пусть и боже мой Спасибо Мам, блинчик будете? Малышка кушает, смотри Аленочка Где вас угораздило Встретиться с этим тираном? Познакомились в институте Вот Первый конфликт у нас возник На юге Такой очень сильный Который Впоследствии уже о многом говорил В общем-то Они периодически Вот прямо вынимал душу ревностью Да, очень сильно Это основная проблема То есть у нас действительно Была любовь Господи, боже Боже Нормально, нормально Блинчик будешь? Бери Ну вы же были влюблены Вы же не по какой-то там Да, конечно Мы были молоды И сколько ваши отношения продлились? Пять лет мы встречались Боже мой А если бы сделал предложение? Он сделал предложение Но на тот момент Для меня было важно Закончить институт Получить высшее образование И то есть я хотела Я понимала, что семейный быт На тот момент Даже если бы мы стали жить В гражданском браке Вполне возможно Он меня отвлечет Собьет с пути То есть у меня именно это было А я что-то прослушала У вас мусульманин, что ли, был? Нет А что это ума все запрещала-то? Просто такой Есть такие ревнивцы Есть такие ревнивцы Аленочка Хорошо, что вы пришли с мамой Мама маложавая Да, это моя мама Лена Хочешь узнать Да, как будет выглядеть Твоя жена через сколько Очень похоже Одно лицо просто Посмотри на маму И мама Лена И дочка Лена Значит, папа, наверное, очень любил маму Что в честь жены назвал дочкой У нас папа есть Мы уже живем 26 лет вместе Да, и можем завидовать Прекрасная семья А у нас функциональности кто? Русские Ну, у нас есть, вот, как мама говорила Что с моей стороны поляцкий А как вам? Чавелла? Нормально, очень хорошо Нам очень симпатична эта семья А дочку в Нижний Новгород? А мы во Владимире живем А, недалеко Да, соседи Да, соседи Да, я очень дамы сегодня Смотри-ка, смотри, уже решила, что готовят отменно А придано-то у вас какое? А блинчики кто? Тёча, тёча делает? Лично моё придано, машина Квартира Квартира у нас же больше нет Но не в Нижнем Новгороде Но я за переезд всегда только за мне Ваш город очень нравится А вот же вот мамой сразу встанет Смотри, какой красавица Красавица девочка Памперсы сразу отменяются Ну понятно, не надо Как есть вообще Внутренне Эдуард, а как скоро хотите ещё одного ребёнка? Я, ну, я смотрю на это так И сколько, в принципе, хотите детей? Ну, если бы ещё было трое, то вообще прям было бы Замечательно А ваши планы входят? Рождение? Ну, конечно Я хочу мальчиков и девочек Это очень хорошо Мы уже пошли кого-то у кого рожать будем Я вот думаю, а почему у мамы Лены такое грустное лицо? Вот смотрите, семья жениха Эдуарда заявила о своих требованиях О своих требованиях А вы можете тоже сказать А я вот хотела бы то-то, то-то, то-то А вы православная, да? Ну, вот знаете, как бы Семья сказала, что они должны жить вместе Я считаю, что молодая семья должна жить отдельно Опаньки, вот она, свекровка, да? Нет, ну, это, знаете, в семье всякое бывает, да? Бывает там и жена будет неправа, а бывает муж неправа, да? Сами должны разобраться Да, должны разобраться сами Со стороны будут наблюдать родители, там, например, мужа или родители жены, да? Мы будем жалеть своих деток У нас нет пока квартиры Ну, квартиры, это... Да, но при этом детей мы хотим ещё троих, да? Тогда сначала надо квартиры, чтобы... Может быть, надо соотнести это для желания с возможностью? А вы поможете? Поможем Я бы не смогла с родителями жить, нет, ни в коем случае Нет Рядом, да, чтобы там... И то рядом, знаешь, как рядом Мы в одном конце города, а они вообще в другом Да, дорогая, блины ваша потенциальная пачерица поедает с огромным аппетитом Но ещё хотелось бы и для нас сюрпризы Да, конечно Спасибо, покажете? Да, конечно Медведь в русской мифологии всегда считался символом силы, мощи и жизнестойкости Так давай, пожалуйста, танцуем с этим мишкой под русскую народную песню АПЛОДИСМЕНТЫ О, какой красивый Пока что Продолжение следует... Спасибо Да, приходилось работать на сцене с такими животными замечательными А желание что было? Все-таки съесть вас, как вы думаете? Нет, он находится в своем реагаже, это его сцена, да Алена, вот совершенно не ваша, ну как бы, да, потенциальная невеста Как бы, казалось бы, типаж не ваш Но может быть уже и пора вот эти развенчать, все эти стереотипы? Почему нет? Хорошая девочка из хорошей семьи, с мамой Прилично воспитана при понятиях, образование Ну не все в конце концов должны быть артисты в семье Пусть кто-то будет с головой Смотрите, они развеселились, дочка наела Да, я сижу Все блины попробую Эдуард Ну что я скажу, здорово Здорово, что есть такие люди Открытые, душевные Где вы там открытость увидели? Я не увидела как раз Она была максимально сдержана, она старалась произвести впечатление Кстати, когда она была с медведем рядом Может быть Может быть Я не могла этого ощутить Знаете, с медведем любой раскопастится рядом Честно могу сказать, даже мы с этой стороны стола Как тебе жених понравился? Жених мне понравился Он действительно очень такой добрый Лекция, Элеонора Была ли сегодня достойная вашего сына? Кого будете советовать? Ну конечно, мне понравилась подружка Катерина Это мне понравилось Это мое личное мнение А я и хочу вашего личного мнения Лекция, а вы что скажете? Честно? Да, конечно Они все хороши Но, разумеется, конечно же Я бы дал предпочтение вот первой девушке Которая танцевала Мне кажется, он меня выберет Я вот уверена в этом Вот правда моя подруга говорила Ген, пальцем не размажешь Это как вот родословная, как говорится Кровь вас играет Тут бы хоть семи пяди во лбу С русской косой Ничего Вот оно есть, вот есть, оно и есть Как говорится, конечно, Алина Да, хорошо, тогда я не буду против Хотя я бы прислушалась и к маме тоже Хорошая подружка была у Катерины Подружка хорошая Хорошая, прямо, да Что-то в ней такое было Василиса А я сижу и расстраиваюсь Потому что Катя серьезно подпортила себе жизнь На самом деле вам с точки зрения Возможности контакта С точки зрения легкости общения Больше всех подошла бы Катя Я думаю, что с ней вы нашли бы общий язык Ну как тебе этот жених понравился? Нет, честно, он достойный Мужчина, но Но если он зайдет и выдержит за ним Я скажу так Интрига Возможно Но мы выбираем человека не только по личностным качествам Но и по его истории тоже И надо сказать, что история, тот шлейф, который сейчас тянется Он действительно такой сложный Что сразу окунуться с головой В какие-то легкие переживания В любовные отношения Что в любом случае вам нужно Вы ведь все-таки жену выбираете не с целью помучиться Да, с целью составить союз Какой-то приятный Испытать эмоции Вот, к сожалению, все это сейчас не позволяет ее считать идеальной женой Поэтому я могу только сокрушаться Ну и пока все-таки вы решаетесь до конца Раз уж у нас сегодня цыганские гости Как без карт обойтись Загадайте, пожалуйста, быстро каждый свой вопрос внутренний И мы можем И вы, конечно, можете И, конечно, зрители могут загадать этот вопрос А я постараюсь с помощью колоды карт Таро Дать на него одной карты И ответ сразу всем Ну, естественно, каждый получит ответ на свой собственный вопрос Да Я вытащила карту влюбленные Это, во-первых, старший аркан Это значит, что каждый из вас сейчас загадал вопрос Который достаточно важен для вас На этой карте изображены Адам и Ева Перед моментом грехопадения Когда они делают свой выбор Эта карта на самом деле не про любовь А про то, что в вашем вопросе Очень важно сделать верный выбор Есть две дороги Одна правильная, а вторая совсем неправильная То есть выбор неравнозначный Постарайтесь прислушаться к себе Постарайтесь поступить в соответствии С духовными нормами и канонами общества Я бы сказала так Вот этот путь, этот выбор будет правильный Спасибо Проходите В любом случае мы вас поддержим Наши будущие герои ждут ваших откликов Отправляйте смс с именем героя на номер 4151 Татьяна, 26 лет, номер 3459 Помощник директора в строительной компании Играет в большой теннис, волейбол, любит велопрогулки И занимается домашним декором Знакомится с мужчиной, который любит животных И никогда не обидит женщин Андрей, 33 года, номер 3460 Инженер в нефтегазовой компании Гордится тем, что летом ездит на работу на велосипеде Строит домик у моря Женится на красивой, спокойной, темноволосой девушке Которая согласится прыгнуть с ним в тандеме с парашютом Мы не знаем, выйдет Эдуард Один или с избранницей Я приглашаю всех выйти и поддержать его АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите Как видите, у нас есть пара Алина и Эдуард Что это? А, я знаю, что по традициям, по вашим Нужна будущая свекровь Илья Нурочка, проходите АПЛОДИСМЕНТЫ Что нужно сделать? Цыганский народ, это в принципе Рожденный в Индии племя Поэтому у нас фактически одинаковые Обычаи перед свадьбой Для того, чтобы вошла невестка в дом Ей необходимо Прийти с довольствием Довольствие в Индии Это рис Поэтому девушка, выбранная моим сыном Должна перевернуть горшок Горшок не рукой Ногой Ногой переворачивает рис Это довольствие А другой ножкой правой В которую она войдет в наш дом Она обмакивает Проходит по белой простыне Символизирует чистоту Нашей невестки будущей По краешку ноги остается красный ободок Символизирующий ее замужество в будущем Потрясающе! И вас поздравляет Леонсия Эрденко Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! В один из прекрасных моментов я зашел в бухгалтерию И на самом деле увидел, что она переписывается с каким-то мужчиной Вы такой реальный челябинский пацан Вам, Дмитрий, придется договариваться не с невестой Потому что на любую женщину, поверьте мне, вы можете произвести впечатление Даже на меня тоже производите впечатление Вам проще женщине под ноги бросить шубу с вашей огненной луной, чем доброе слово И я просто оказалась в глазах хамузы А ну что, есть три горла, а в магазин не ходят? Для меня приоритет разбивать семью я не хочу Вот это подтверждает то, что она из хорошей, обеспеченной семьи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова